И фишечка, в чем плюс добираться до Москвы, в частном случае из Воронежа, мы поехали на автомобиле, вылет у нас из аэропорта Домодедово, в Москве три аэропорта, из которых совершаются вылеты за границу, это Домодедово, Шереметьево и Акуйкирюково, Внуково, правильно, вот. До Домодедово из Воронежа добираться комфортнее всего на автомобиле, во-первых, ты сам как бы хозяин своей поездки, сам выбираешь во сколько выехать, рассчитываешь время во сколько приехать, ты там где хотел остановился, кофе попил, поел, в туалет сходил и все такое прочее. Также можно добираться на поезде, это тоже достаточно плохой вариант, но мне не нравится добираться на поезде тем, что обычно поезда с Воронежа на Казанский, на Курский вокзал приезжают. И с этих вокзалов, помимо того, что самое маленькое время, самое минимальное, за которое можно добраться от Воронежа до Москвы на поезде, это 6 часов там с копейками, по-моему. Это двухэтажный комфортабельный сидячий поезд, он едет 6 часов. И плюс с вокзала тоже нужно заказать такси и обычно до аэропорта это стоит порядка полутора тысяч рублей, то есть от 1200 до полутора тысяч примерно до всех аэропортов одинаково. До Домодедова, по-моему, ну, примерно одинаково, до полутора тысяч, если это не час пик, какое-то время такое более-менее в час пик, естественно, там дороже, там 2-2, 200, могут быть такие цены. И на такси еще тоже до аэропорта по Москве ехать, ну, минут 40, нет, даже не 40, час, наверное, час, это плюс-минус, час, час 20, смотря какое время. То есть достаточно большое уже время получается при том, как добраться от Воронежа до аэропорта. Аэроэкспресс, он, во-первых, стоит что-то в районе там 650-700 рублей с человека, то есть если взять два человека, на такси будет как бы проще поехать. Если уже взять четыре человека, если вы там вчетвером едете в путешествия, аэроэкспресс выйдет вам где-то, сколько, две с половиной тысячи. То есть на такси будет выгоднее, дешевле, и такси к вам приедет, подъедет. И до аэроэкспресса еще нужно добраться. По-моему, не на всех вокзалах, но я точно не знаю, я ни разу на аэроэкспрессе не ездил. Вот. И получается самый такой выгодный вариант, чтобы и по цене, и по времени, вот с Воронежа до Домодедова доехать, это 4,5 часа, наверное, 4,5 и 5 часов, там плюс-минус. Вот мы едем там со скоростью 130, с предельно допустимой, включили круиз и едем, общаемся, вот там видео записываем, какие-то дела тоже можно поделать свои. И по стоимости, ну отдать за бензин это будет, если туда-обратно, ну, тысяч пять, наверное, там плюс-минус. Ну, и хочу сказать, что вот эти транспондеры, которые платные дороги, пропускные пункты, они тоже достаточно затратные сейчас. Я уже давно, как бы не ездил года два, наверное, в Москву я не ездил на машине, вот. Но говорят, что тоже тысяча две, наверное, в одну сторону будет стоить вот этот платный проезд. Так что мы посмотрим в конце нашей поездки, мы расскажем еще по ценам, это тоже достаточно интересно, я думаю, людям. Поэтому я выбираю поездку на автомобиле, что касается Домодедова. И как кто-то спросит еще, где там вы машину ставите, где поставите. Есть очень много платных парковок именно для тех, кто куда-то летит в путешествие. Вот мы забронировали заранее авиапаркинг, называется, парковка. Господи, я не размотал на колесо. Мы забронировали авиапаркинг. Получается, мы приедем на парковку, которая находится недалеко от Домодедова. Ну, про Внуково, про Шереметьево, та же самая история. Там тоже рядом полно вот этих платных парковок разной ценовой категории, разной стоимости. Я уже неоднократно пользовался этой услугой. И в чем плюс? То есть мы доезжаем сейчас рядом с аэропортом Домодедова по парковке. Мы оставляем автомобиль, как это все дело происходит. Его там фотографируют, то есть если есть какие-то там сколы, царапины у машины, которые уже были, их как бы фиксируют, чтобы ты как вернулся, да, там вот через неделю возвращаемся, забираем машину. Ну и чтобы новых там каких-то царапин не увидели. То есть это официально все там по договору заключается. И стоимость такой услуги получается в районе 200-250 рублей в день. То есть если больше 10 дней машина стоит, там что-то подешевле, там 180 или 200. Если там до 10, там от двух суток и до 10 дней, там, не помню, то ли 230, то ли 250. Ну, какая-то вот такая смешная сумма. В общем, на 7-10 дней за полторы-две тысячи можно оставить свою машину под охраняемой парковкой с онлайн-видеокамерами. То есть ты можешь на сайт зайти к этой компании и посмотреть, как твоя машинка там стоит, поживает. Вот, это очень прикольная услуга. И после того, как вот мы оформили машину, поставили ее на парковку, получается, оформили договор, нас отвозят в аэропорт на бесплатном трансфере. То есть у них есть там машинка, она лично тебя, вот там, пассажиров с твоей машины бесплатно отвозят до аэропорта. Плюс у некоторых парковок есть еще такая, тоже приятная фишечка, это бесплатная упаковка багажа. То есть, если вы приехали в аэропорт и хотите замотать чемодан там пленкой, ну, чтобы он там меньше бился, меньше царапался и не испортился при переезде, при перелете точнее. В аэропорту это стоит около там 700-900 рублей, то есть достаточно весомо с чемодана. Вот, если с семьей ехать, там три чемодана, это там почти 3000 за чемоданы, а тут вы на парковке можете еще и сэкономить очень такую хорошую сумму. И они вам бесплатно замотают чемоданы, доставят, довезут вас до аэропорта бесплатно. И по прилету, когда вы прилетите, вы звоните на эту парковочку и через вами там в течение там 20 минут, ну, грубо говоря, пока вы там паспортный контроль прошли, все свои дела сделали, чемодан получили, вас уже будет там ждать машина, которая довезет вас до вашей парковки, до вашего автомобиля. Это очень прикольная такая услуга, я считаю, и достаточно комфортно из-за этого ездить не поездом, не автобусом, не еще каким-то видом транспорта, а именно на своем автомобиле, на котором ты уже привык ездить, тебе комфортно и классно. Поэтому мы отправились в путешествие на автомобиле. Продолжение следует...